Автобусы, троллейбусы, маршрутное такси. К этому виду транспорта мы давно привыкли, а вот к экологичному зеленому только начинаем привыкать. Сейчас новенький электробус курсирует по центральной городской дороге, следуя по маршруту областная больница, автовокзал. Многие брещане не прочь прокатиться именно на этом транспорте, комфорт и удобство в нем обеспечены каждому пассажиру. К слову, совсем скоро шансы прокатиться в еще не обкатанном автобусе у горожан увеличатся. Автопарк городского общественного транспорта пополнился четырьмя автобусами МАЗ-203. На этот год в плане поставки девяти машин. Вот четыре машины городских МАЗ-203 мы уже получили. В принципе, они уже готовы к работе, осталось поставить на номера и все, они будут уже обслуживать население. И пять машин мы получим уже где-то в третьем-четвертом квартале этого года. Это автобусы новой модификации, новой серии. Раньше были 103 МАЗы, сейчас вот вместо них выпускают 203 МАЗы. Ну, они более современные. Но чтобы с комфортом передвигаться в общественном транспорте по городу, одного обновленного внешнего вида недостаточно. Куда важнее профессионализм водителя. Об этом знают специалисты транспортного предприятия. Потому уже с начала рабочей недели здесь стартовала профессиональная переподготовка водителей. Ведь даже если находиться за рулем большую часть своей жизни и уметь правильно реагировать на любую сложившуюся ситуацию на дороге, обновлять знания необходимо. В этом уверен и Владимир Шишук, который безопасно перевозит пассажиров из точки А в точку Б уже 20 лет. Я думаю, для повышения мастерства некоторые водители просто приходят, ну, давно не работали. Я, например, работаю 20 лет. Кто-то вот пришел, только недавно вот начинает, как говорится, выбрал такой путь. Для этого повысить мастерство свое больше. И в том числе, как для самого себя, тоже сам себя проверишь. Может, что-то подзабыл, тут что-то подучишь, подправишь, как говорится, будешь работать дальше. Занятия в течение 10 дней проводятся по единой программе, которая определена правилами автомобильных перевозок пассажиров. Теория и практика предусмотрены в равных количествах. А значит, водители смогут не только свяжить в памяти правила, но и оточить мастерство вождения. Водители должны знать правовые акты при перевозке пассажиров и не реже, чем один раз проходить занятия по специальной программе по повышению квалификации водителей категории Д, ДЕ. Вот здесь находятся водители. Мы с 12 числа начали проводить занятия. Вот это первая группа. Сейчас проводится теоретическая часть. Впоследствии мы перейдем к практическим занятиям на специальные площадки. После успешного прохождения экзамена в конце обучения выдается сертификат о прохождении занятий по повышению квалификации водителя механического транспортного средства категории Д, Д, Е. А значит, перевозка пассажиров станет еще более комфортной и безопасной.